Приветствую! Предлагаю вашему вниманию обзор некоторых возможностей программы фотоколлажмейкер компании Art&Soft. Программы, позволяющие создавать превосходные фотоколлажи из большого количества изображений. Программа доступна для скачивания в соответствующем разделе официального сайта art&soft.ru. Примеры коллажей, созданных программой, вы увидите в обширной галерее на сайте. Здесь можно встретить портреты, различные логотипы, изображения животных и других интересных объектов, представленных в виде коллажа из большого количества мини-изображений, как правило, одной тематики, например, фруктов или, как здесь, цветов. В этом ролике я покажу, как создать коллаж на примере изображения храма Василия Блаженного. Итак, перетаскиваем файл с изображений в окно программы, либо же воспользуемся классической кнопкой обзор. Переходим на вторую вкладку. Здесь указываются те папки с изображениями, которые мы хотим использовать в коллаже. Для этого их нужно добавить в базу для индексации. Как видите, у меня уже есть несколько папок с изображениями, фрукты, социальные кнопки и другие. Для примера добавлю небольшую папку с изображением цветов. Кстати говоря, на начальном этапе при использовании программы вы можете скачать с сайта Art&Soft уже готовые базы с изображениями. Любую папку можно удалить из базы. Точнее, удаляется только информация о ваших изображениях. Самые файлы изображений, конечно же, останутся нетронутыми. Для дальнейшей работы я отмечу папку с изображением достопримечательностей и других видов и мест нашего мира. На третьем шаге настраиваются параметры будущего коллажа. Здесь я уменьшу количество блоков первого уровня до 150, а также изменю некоторые параметры в дополнительных настройках, которые изначально установлены по умолчанию. Более подробно обо всех настройках вы можете посмотреть в этом видеоролике. Итак, запускаем процесс формирования коллажа и подождем его завершения. Теперь мы перешли на четвертую вкладку, где мы уже видим готовый коллаж, но который еще сможем слегка изменить. В частности, поменять тип наложения элементов коллажа к основному изображению. Есть три варианта. Без наложения, обычное и умное наложение. При выборе варианта без наложения, очевидно, никаких изменений с фрагментами коллажа не происходит, и они отображаются как есть. Основного изображения при этом совершенно не видно. Этот вариант вполне подойдет в коллажах логотипов, других изображений векторного типа, а также при использовании большой базы с разнообразными фотографиями. При выборе обычного типа наложения, ползунком можно настроить лишь степень прозрачности элементов коллажа, лишь незначительно проявив исходную картинку. Наиболее интересный третий вариант использует, помимо прозрачности, различные продвинутые алгоритмы наложения изображений. Его сила также настраивается ползунком, однако слишком большое его значение может серьезно исказить ваш коллаж. Стоит отметить, что установленное по умолчанию умное наложение в 25% подходит для большинства фотоколлажей, как и в нашем случае. Однако при желании можно поэкспериментировать с этими настройками. Перейдем на пятую вкладку и сохраним коллаж в файл. Окей. Посмотрим наш коллаж детальнее, открыв сохраненный файл. Что ж, получился замечательный фотоколлаж. Как видите, на участках неба с малой детализацией, используются большие фрагменты, а на куполах и других деталях собора более мелкие картинки. Тем самым достигается высокая четкость коллажа, и несмотря на большое количество разнообразных картинок, основной объект на нем хорошо виден. Предлагаю вам попробовать свои силы в создании коллажа с помощью программы Art&Soft Photo Collage Maker, например, из своих собственных цифровых фотографий. И желаю успехов в работе с программой. Всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok